МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, где-то у меня зажигалка была. Что делаешь? Желание загадываю. Машину хочу, машину новую хочу. Причем здесь машина? Ты что, пожар решил устроить? Да нет же, говорю тебе, машину новую хочу. Сейчас желание так загадывается. Хорошо, а это для чего все? Ну как, для чего? В этот день правильно загадывать желание. Пишешь на бумажке желание, поджигаешь и кладешь... Все понятно. Сегодня старый Новый год. Только предупреждать нужно. Доброе утро, губерния. В студии ШОК ведущая Виктор Стеблев. И излишне эмоциональная Юлия Север. Как думаешь, сбудется, а? А ты там все прописал? Марка, дата выпуска, цвет. А, кстати, цвет забыл, наверное. Сейчас перепишу. Только не поджигай здесь, давай дома все будешь загадывать, хорошо? Ну ладно, ладно. Сегодня в ночь загадаю. А ты как будешь отмечать старый Новый год? Вот расскажи. Ну, может быть, ты будешь и с размахом отмечать, а я буду дома, спокойненько, в кругу семьи. Загадаем то, что не успели загадать 31 декабря. Ясно. Скучно, очень скучно. А давай загадаем желание в проруби. Так, давай поспокойнее. Пусть наши рассудители и телезрители расскажут, как нужно правильно праздновать старый Новый год. Сначала с родителями, а потом после курантов с друзьями. Ну, тоже в кругу семьи. Потом, может быть, куда-то пойти с одногруппниками, с друзьями. Так же, как и Новый год. На работе с коллективом, потом дома ужином. На работе, а потом с семьей. Ой, никак. Ой, очень прекрасно. Вы знаете, старый Новый год у нас каждый год самый, самый активный. Мы собираемся огромной компанией, когда все уже не завязаны на Новом годе, на настоящем. И могут легко отдыхать, и веселиться, и радоваться. Огромной компанией. У нас собирается человек, наверное, 200. Вот так вот. Как получается? Я на работе, в большинстве случаев. Никак, он же старый, что его отмечать? Да так же, как и Новый год. Встречаем. Тоже с друзьями, застолье. И поем под гитару. В кругу семьи. Дома. С ребенком и с мужем. За столом? Нет. Просто на диване. Для многих из нас старый Новый год, ну и, в общем-то, Новый год – это определенные такие вехи, когда мы загадываем желания, надеемся на лучшее. И вот как раз сейчас мы пригласили к нам в студию Вадима Горохова, психолога, который как раз нам расскажет, как правильно надеяться на лучшее и как быть готовым к переменам. Здравствуйте, Вадим. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, все-таки, как быть готовым к переменам? Новый год, новые законы, новые правила, новые цели, новые идеи? Как понять, что ты готов к переменам, наверное, даже? Ну, это тоже. Ну, конечно, во многом способность к переменам, она зависит от смелости. А это зависит от воспитания, от взаимодействия родителей и детей в детстве. И иногда родители во взаимодействии снижали уровень смелости у ребенка. Ну, так или иначе, ругая или наказывая за какие-то ошибки в новом опыте. И ребенок маленький, у него установки закрепились о том, что новый опыт опасен, за него будет наказание или порицание. И когда человек становится взрослым, ему необходимо, чтобы быть успешным, идти в какой-то новый опыт, он боится. Почему? Установка осталась. Он боится, новый опыт опасен, за него будет наказание, и поэтому не идет туда, куда бы надо идти. А ведь смысл человеческой жизни и в развитии, чтобы жизнь была интересной, а интересное это ключевое слово счастье, согласны со мной? Совершенно верно. А нужны перемены. Если человек ходит на ту, ну, и ту же работу, там, 15-20 лет, если он живет в отношениях с мужчиной или женщиной, которые не приносят ему удовольствия, счастья, и он просто боится сделать какие-то перемены в своей жизни, вряд ли этого человека можно считать счастливым. Скажите, пожалуйста, вот внутренне не всегда удается себя услышать, а вот физические какие-то сигнальчики, да, они нам чаще дают понять, что что-то нужно менять. Вот на что стоит обратить внимание? Не знаю, может быть, там, недосыпание, наоборот, там, тревожный сон, либо, наоборот, невозможность проснуться и быть бодрым с утра. Какие-то есть физические такие звоночки, что, да, пора что-то менять, пора прислушаться к сону? Менять нужно постоянно. Для этого не нужны никакие звоночки, да? Всегда вообще, да? То есть не нужно дожидаться. Но один из лучших способов справиться со страхом, мы про него говорим, да, это пойти в этот страх. И лучшего способа не существует. Вне зависимости от воспитания, вне зависимости от того, как родители относились, все равно идти навстречу каким-то нескольким... Это зависит, конечно, от того, что было в детстве. И, ну, есть разные методики... Ну, а если страх преобладает? Общеизвестные методики, которые, ну, это, по сути дела, детские микротравмы или детские травмы, так называют. Все из детства. Эх. Есть методики, которые позволяют избавиться от этого. Но от этого зависит уровень смелости, большой, как бы, высокий или низкий. И важно, вне зависимости от этого, ну, делать перемены в своей жизни. И самые... Ну, есть шаги, которые там не очень крупные. А есть шаги очень большие, очень глобальные в жизни человека. Был известный такой каратист Брюс Ли. К сожалению, он недолго прожил, он сказал, надо быть водой. Он говорил про гибкость. Если воду наливают в стакан, она стакан. Если в графин, она графин. И вот эта самая главная история, которую мы должны сами прожить и научить на нашем примере наших детей, это быть гибкими, перестраиваться, менять профессии, если эта профессия окно в одномности закрылась, потому что скорость перемен большая. И вот эту историю, когда снимается одна шляпа, ты был одним человеком, одеваешь другую, и ты становишься по профессии другим, это самая стрессовая ситуация в жизни человека. И надо научиться самим с этим справляться и научить своих детей. Потому что история, когда человек заканчивает вуз и до пенсии работает по этой специальности, она сейчас станет очень редкой. Согласен. А вот мужчины или женщины больше подвержены стрессу во время того, когда они начинают перемены в себе? У женщин вообще сложнее женщин, чем у мужчин. Эх, вот так вот. Юля, нравится вам? Это правда. Это правда, да. Ну, нас, мальчиков, старались воспитывать более... Отважными, наверное, да? Отважными. Отважными, верно. Хорошее слово подобрали вы, да. Отважными, более ответственными. Ну, а женщина, она за мужем, за мужчиной. Вот. Но, тем не менее, мозг мужчины и женщины сильно отличается. У мужчины между двумя полушариями одна коммуникация одновременно. А у женщины до 16. Поэтому она одновременно, готовя блюдо, будет думать о том, какой-то на кухне, будет думать, выучил ли ребенок уроки. А еще муж придет в хорошем настроении или нет. То есть она много о чем может думать одновременно. И эти мысли, они, ну, как бы создают такую атмосферу тревожности, потому что она много о чем думает. Поэтому тревожности у женщины, она, ну, побольше ее немножко, если так простым языком говорить, чем у мужчины. Я думаю, что если постоянно делать шаг за шагом, двигаться, двигаться, то стресса становится все меньше и меньше. Мы уже привыкаем ко всему происходящему. И уже становится легче входить в эти ситуации. Но я думаю, что нужно быть готовым не только к переменам в себе, но и к переменам в погоде. А об этом нам расскажут наши синоптики. Сегодня в регионе отмечают памятную дату День Самарской губернии. 172 года назад, 13 января 1851 года по новому стилю или 1 января по старому, она была создана по указу императора Николая I. В состав тогда вошли семь уездов Оренбургской, Симбирской и Саратовской губерний. Кто стоял у истоков ее развития и вообще, почему тогда возникла необходимость создать в Российской империи новую территориальную единицу, узнала подробности и погрузилась в пучины истории моя коллега Дарья Химич. Ага, День Самарской губернии. День Самарской губернии традиционно празднуется 13 января. 13 января по новому стилю, а первого по старому. Доклад о Дне Самарской губернии готовит Эмилия. Учится в пятом классе и особенно любит классные часы, посвященные истории региона. Я считаю, что не знать историю родного края – это стыдно, потому что ты в этом крае родился, вырос, и, конечно, надо знать, узнавать новое. Поэтому я с особой внимательностью всегда слушаю речи учителей на классных часах и уроках. К созданию Самарской губернии в середине 19 века было множество предпосылок, рассказывают историки. У территории, которая, кстати, тогда была почти в два раза больше, чем граница современной области, был солидный экономический и хозяйственный потенциал. Плодородные земли и удобные транспортные развязки – в то время это были реки. Почему возникла необходимость создания губернии? Дело в том, что здесь уже с конца 20-х годов 19 века наблюдалось такое явление. Сюда хлынул большой поток переселенцев, и они стали осваивать лесосепные и степные уезды. К заслугам Николая Павловича, великого императора, относятся и то, что он создал нашу Самарскую губернию. Первым самарским губернатором в 1851 году стал Степан Григорьевич Волховский. К тому времени тайный советник по чину участвовал в походах против Наполеона. А в должности губернатора пробыл всего ничего, чуть больше двух лет. И в 1953 году уехал в Петербург работать в Сенат. Сменит его грот. Один из таких популярных губернаторов в самарской истории. То есть это по происхождению немец, но уже такой обрусевший. И он был таким интересным в этом плане чиновником новой формации, как можно назвать. Потому что он, приехав сюда, начинает уделять большое внимание образованию, просвещению. То есть по его инициативе была создана публичная библиотека. Будет построен, открыт театр городской в Самаре. Будут открываться образовательные учреждения, появится телеграф. Как и всю страну, нашу землю коснулись три революции. Войны, Первая мировая и Гражданская. В 1928 году Самарская губерния была ликвидирована. Территория успела войти в состав Средневолжского края, затем стала Куйбышевским краем. А с 1936 года – областью. В годы Великой Отечественной войны регион был одним из крупнейших индустриальных центров страны. Историю уже Самарской области бережно хранят музеи и архивы. День рождения – это повод и для радости, и для гордости. Потому что, когда мы говорим о рождении или основании, мы создаем очень богатый, насыщенный контекст, куда вплетаются и люди, и события, и факты, и различные артефакты. И вот чем приросла Самарская область за более чем 170-летнюю историю. Какое самарское наследие у нас сосредоточено в нашем архиве? Это личные фонды выдающихся деятелей науки и техники. Это заслуженные изобретатели, ведущие инженеры, конструкторы. Сегодня Самарская область – автомобильная, космическая, туристическая, театральная, спортивная. Ценность региона и в уникальной природе, культурных традициях. А самое главное – в трудолюбивых, талантливых, небезразличных жителях. Дорогие земляки, поздравляю вас с днём рождения Самарской губернии. С днём Самарской губернии. С днём рождения, моя малая родина. К поздравлениям присоединяются и Дарья Химич, Татьяна Пудова, Алексей Гриднев, Константин Макаревич. Новости губернии. И ещё об одной дате. Многие журналисты, редакторы, фоторепортеры и издатели отмечают сегодня профессиональный праздник. 13 января – День российской печати. Ровно 320 лет назад по указу Петра Великого свет увидела первая в стране регулярная газета. Называлась она «Ведомости». О прошлом, настоящем и будущем Самарской прессы расскажет моя коллега Екатерина Кузина. Их объединяет любовь к печатному слову. Студенты Самарского университета делают первые шаги в журналистике. Создают ежемесячный журнал «Форсаж». В нём они освещают самые интересные события из мира науки. Публикуют интервью, которые взяли у однокурсников и преподавателей. Рассказывают о молодёжных фестивалях. История журнала «Форсаж» началась в 2007 году. Студенты-энтузиасты с разных направлений решили попробовать себя в роли настоящих журналистов, фотографов, художников и дизайнеров, чтобы рассказать и показать интересную студенческую жизнь. Я пришёл в «Форсаж» на втором курсе. Решил заниматься, но захотелось пробовать что-то новое. Для меня важно, чтобы редакция работала, чтобы она выпускала продукт, чтобы ребята могли себя самореализовывать. Реансовые журналы, они больше направлены на узнавательную функцию, направлены на более глубокий некоторый разбор вещей, чем оперативное освещение информации. Наполнять выпуски университетского журнала яркими иллюстрациями помогают тоже студенты, любители художники. Конкретно эта обложка нарисована в космической тематике, на ней отображено всё то, что как-то у меня ассоциируется с космосом. Космический хаос просто подразумевалось в том, что тематика конкретно этого выпуска была связана с космосом. Поэтому нужно было как-то отразить множество больших событий на одном маленьком изображении. И вот в голову пришла идея объединить это вот в таком небольшом хаосе. Равняются студенты, в том числе и на самарские издания с солидной историей. Например, на Волжскую коммуну, одну из старейших в регионе и стране газет. История её началась в Самаре 1907 года. За время своего существования коммуна прошла большой путь и остаётся по-прежнему актуальной в дне сегодняшнем. Газетам вообще не просто оставаться актуальными и современными, потому что у нас, в отличие от интернета, всё равно всегда есть вот этот шаг. Но при этом у нас есть и этот временной задел, чтобы всё проанализировать, собрать все мнения, проверить информацию. Поэтому у газет здесь есть определённое преимущество. Мы можем немножечко остановиться, подумать и выдать уже какое-то резюме о произошедшем. Чтобы продолжать идти в ногу с быстро меняющимся миром, печатным изданиям приходится искать новые пути взаимодействия с читателями. Например, Волжская коммуна развивает и проекты в онлайн-формате. Екатерина Кузина, Роман Апарин, Сергей Павлов. Новости губернии. И в продолжении темы, почему печатные СМИ незаменимы, как им удаётся сохранять актуальность в эпоху соцсетей и интернета. Об этом мы спросили председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирину Цветкову. Журналисты печатных изданий действительно более ответственно относятся к своей работе. Это во-первых. И во-вторых, это же тенденция везде. Не только у нас в России, но и за рубежом тоже. И печатные СМИ отличаются ещё хорошим, качественным языком, что немаловажно. И ещё такой момент, что для вдумчивого читателя печатный вариант просто незаменим. Потому что сейчас меняется контент печатных изданий. Всё больше появляются публикации глубоких, аналитических. И если мы говорим, что интернет, СМИ, соцсети – это новости здесь и сейчас, то печатные СМИ – это всё-таки больше подумать. Да, и там больше комментариев. И ещё немаловажный момент, что у печатных СМИ, как мне кажется, наиболее тесные связи со своим читателем. Дорогие коллеги, любимые наши ветераны, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днём Российской Печати. И сегодня мне хотелось бы вам сказать огромное спасибо за ваш нелёгкий труд. Оставайтесь такими же неравнодушными, оставайтесь профессионалами своего дела. И пусть ваше слово служит добру, созиданию. Будьте счастливы в семьях и успехов вам в работе. А у меня пока на этом всё. Увидимся! Старый Новый год – идеальное время для перемен. А вот как к этим переменам подойти, нам рассказывает Вадим Горохов, психолог. Здравствуйте ещё раз. Вот, собственно говоря, вы сказали уже, что меняться необходимо всегда. Но если человека устраивает всё, он говорит, вот хорошо мне в своём болоте, это замечательно, и жизнь замечательная, и вроде бы семья, всё хорошо. Такое может быть? Либо всё-таки это какая-то фантастическая ситуация, и он просто не хочет выходить из зоны комфортного? Если условно, можно людей разделить на две категории. Те, у которых горят глаза, и те, у которых тусклый взгляд. Горят глаза – это люди, которые идут в перемены, которые ищут перемены, которые ищут окна возможностей, потому что одни окна возможностей закрываются, другие открываются. Если мы говорим про бизнес, есть хорошее определение бизнеса – конкурентная способность. Это способность меняться быстрее, чем конкуренты. То есть речь не идёт о том, чтобы не меняться, а быстрее меняться. И если мы говорим про конкурентную способность между людьми, способность к изменениям и быстрее меняться, чем остальные люди, его возраста, его социального положения, приводит к тому, что повышается его конкурентоспособность в жизни. Его жизнь становится интересной. Вот так вот. Всё-таки не нужно засиживаться на месте. А вот в вашей ситуации вы же ставите цели, планируете, двигаетесь с точки А, с пункта А в пункт Б. И вот в этом процессе возникают обычные жизненные ситуации, препятствия какие-то. Вот как вы проживаете эти препятствия? Случается ли у вас стресс? Страхи перебарываются. Страхи, может быть, какие-то. Или вы быстро это всё... Есть очень хорошие инструменты, они связаны с телесно-ориентированной терапией, если вы слышали. Это работа с телом для состояния человека. И есть очень эффективные методики, которые, благодаря работе с телом, человек достигает такого состояния нирваны, когда внешнее воздействие мало влияет на его внутреннее состояние. Впервые был такой учёный Вильгельм Райх. Это ученик Зимгунда Фрейда. Он впервые применил работу с телом, с клиентом, с пациентом. До него было табу прикасаться к телу человека. И он получил феноменальные результаты. Конечно, у него было много учеников, последователей. Сейчас эта методика сильно развивается. Поэтому одна из эффективных методик, которую я рекомендую, это какая-нибудь методика проверенная телесно-ориентированной терапией. Прекрасно. Например, плавание. Вот когда я плаваю, я, например, успокаиваюсь. Это можно отнести к этому? Можно. Любое воздействие с телом. Работа через тело приводит к тому, что меняется состояние человека. Ну, сходите в баню, занимайтесь фитнесом, поплавайте. Но есть прямо профессиональные такие методики телесно-ориентированной терапии. Хорошо. А вот если, например, все-таки я поплавал, а стресс некий остался, тревога некая, вот как мне правильно допрожить эту тревогу? Как правильно тревожиться? Как правильно тревожиться? Что мне тревожиться? Наверное, мы говорим тогда уже о том, как планировать свое время или жить сегодняшним днем. А, хорошее, да. Надо делать и то, и другое. Да. Да, многие люди, достигаторы есть такие, которые ставят планы, идут к целям, расстраиваются, когда не достигают этих целей и так далее. Но есть одно определение счастья. Счастье – это преодоление барьеров на пути к известным целям. Преодоление барьеров на пути к известным целям. И очень важно не сдаваться, не предавать свою цель. И если ты не можешь достигнуть своей цели каким-то одним способом, надо не отказываться от цели, а просто поменять способ ее достижения. И чем выше барьеры при движении к своей цели, тем больше счастья от их преодоления. И дослаждаться процессом в любом случае. Да, это с точки зрения ставить цели и достигать. А с точки зрения того, что жизнь сегодняшним днем, надо получать удовольствие от того, что ты имеешь. Потому что, и это очень, вот такая история, знаете, непростая. Потому что часто люди, ну, обесценивают свою жизнь, обесценивают события, отношения, которые рядом с ними и так далее. Потому что всегда есть человек, которому хуже, чем тебя. И если в сравнении посмотреть твои трудности и его, твои трудности для него могут быть просто за счастье. Не забываем благодарить. И вас тоже благодарим. Ваши советы просто как подарки. Спасибо. Ну, а если вы не сделали подарок на Новый год, то не отчаивайтесь, у вас есть второй шанс. Тем более, наша рубрика вам поможет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дизайнер аксессуаров. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Виктория. Какая красота. Просто красота. Сразу атмосфера по-другому заиграла. Скажите, как давно вы занимаетесь этим? И расскажите, что это такое? Как вы к этому пришли? На самом деле, шарами непосредственно уже восьмой год. Конечно, не сразу они выглядели так, как сейчас. Вот это был такой достаточно долгий путь. Что-то постоянно менялось, какие-то новые веяния приходили. В принципе, по сей день приходят. И поэтому мне нравится на самом деле именно это искусство, потому что постоянно какие-то новые веяния. Интересно. Они у вас вот так вот все коллекционно как-то подобраны уже в композиции? Да, совершенно верно. Они в основном идут наборчиками. Это я вот принесла сегодня такие небольшие по три штучки, по шесть штучек. Бывают побольше, бывает там 50. Как правило, все, чтобы сочеталось в едином стиле. Вот в этом таком царском стиле давно творите? Либо это все-таки с самого начала? С самого начала там просто было похоже, но чуть-чуть другое. А сейчас именно бархат, серебро, золото. Бархат не сразу был. Сначала были окрашенные больше игрушки. Но тренды были другие тоже. Градиентные были тогда популярны. Давайте посмотрим на сами игрушки. Вы позволите? Давайте, конечно. Я посмотрю такую красоту поближе. Как трогу, потому что кажется, что это настолько все хрупкое. Но очень красивое. Нет, на самом деле, совершенно не хрупкое. Это вот одно из преимуществ. Видно ли будет нашим зрителям, если вот так. Эти игрушки бьются? Нет, не бьются. Пластик в основе. Вот они, идеальные игрушки для елки нашлись. И с котами можно, и с детьми можно. Идеально. Что внутри? Пластиковая основа. Пластиковая основа. Внутри воздух просто. Да, полая пластиковая основа. Далее, сам процесс как происходит? Вы обтягиваете. И здесь наклей, да? Ну да, там обтяжка своя, там особая технология идет достаточно такая сложная. Особая технология, секретная. Секретная, потому что даже не видно, где начинается эта обтяжка, а где заканчивается. И вот так вот красиво она висит. Да, и потом уже все декоративные элементы. Вот эта лепнина, которую вы можете видеть, это тоже вручную сделано, она там формы отливается. Как долго создается коллекция? Ну, допустим, из трех шаров. За один вечер. За один вечер? Ну, это прям так сразу такое мастерство пришло? Ну, конечно, нет. Нет, нет. Во-первых, обтяжка, это не сразу появилось. То есть у меня там однажды осенило, вот как правильно сделать так, чтобы это было там без складочек лишних вот в боках. Как выглядит ваша новогодняя елка? Моя новогодняя елка сейчас никак не выглядит. У меня ремонт в квартире. Ух ты, вот это да, эти игрушки некуда повесить. Вот наша елочка, пожалуйста. На ней, мне кажется, такая игрушка будет смотреться очень даже. Да, видите, как раз синее было. Синее, да. В этом году у нас черный кролик. Какой-то тренд именно с цветом заметили? Именно с черным цветом нет. У меня, знаете, вообще непредсказуемые тренды. То есть, вот, допустим, Пантон нам говорит, один цвет популярный, а у меня получается наоборот. У меня вот который год цвет Тиффани. Цвет Тиффани. Бирюзовый, да. Бирюзовый. Вот, почему-то. Хотя мне казалось, он уже там в 2010 году остался, но нет, он вот именно в новогодних украшениях очень популярен по себе. Первую игрушку сохранили? Да. Что это такое? Это был такой зеленый шарик, вот не такой, а чуть-чуть поярче. Вот, это была такая первая, которую я вот хорошо обтянула, посмотрела, подумала, вот, вот, я сделала так, как мне нужно. Вот, она хранится дома еще. Хорошо. А дальше как процесс пошел? Первая игрушка, дальше, 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 как пошел? Ну, смотрите, я повторюсь, сначала были окрашены игрушки, вот, и потом уже пришли вот эти вот мысли, ну, там, что-то в интернете где-то какие-то, вот, что-то похожее приблизительно, но не такое, конечно, было тогда. И вот постепенно-постепенно как-то вот бархат и свадебными, свадебными еще. Прекрасное творчество, прекрасно, мне очень нравится, вот, вся эта композиция, я повторяю, она создает атмосферу. Спасибо большое, мы ненадолго прервемся. Одним из самых актуальных занятий в 2023 году будет, конечно же, чаепитие. И вот давайте сейчас выберем хорошую книжечку под это занятие вместе с рубрикой «Читалка». Здравствуйте, сегодня я хотел бы рассказать вам сразу о двух книгах, которые тематически связаны и являются серьезными справочными изданиями. Первая из этих книг – это административно-территориальное отделение Самарской губернии, который рассказывает об административно-территориальных изменениях в нашем регионе в период с 1851 года и по 1928 год. Ну а вторая книга, по сути, является продолжением первой и охватывает период с 1928 года и по 2005 год. Данные издания – это результат колоссального труда самарских архивистов. Для составления этих справочников использовались материалы самарских архивов, сборники законодательных актов и официальные справочные издания. Данные книги снабжены научно-справочным аппаратом, среди которого я особенно бы отметил географический указатель, который позволяет легко и просто искать информацию о конкретных населенных пунктах. Почему же эти справочники так важны и пользуются большой популярностью среди читателей? Все просто. Дело в том, что наш регион за свою историю неоднократно менял название. Сначала была Самарская губерния, затем Средневолжская область, Средневолжский край, Куйбышевский край, Куйбышевская область и, наконец, Самарская область. Ну и помимо названия, менялись и территориальные границы, и административные деления нашего региона. И данные книги как раз-таки помогают разобраться в этих изменениях. Они позволяют определить, к какой волости, уезду, сельскому совету или району принадлежал определенный населенный пункт в конкретный момент времени. А это, как вы понимаете, информация, которая полезна для широкого круга исследований, начиная от генеалогических и заканчивая крупными историческими, экономическими обобщающими работами. Данные издания будут интересны читателям еще и тем, что здесь представлены карты уезда и районов нашего региона. Ну и в целом, эти издания – это настоящая панорама административно-территориальных преобразований нашего региона с 1851 года и до современности. Праздничная атмосфера сегодня у нас в студии и во многом благодаря Виктории Голицыной, которая сегодня принесла невероятные красоты и игрушки новогодние. Виктория, я в этом году откопала старые игрушки советских времен, которые с детства у моего папы. Это было такое удивление, такое наслаждение. Вот скажите, пожалуйста, советская классика как-то приветствуется сейчас? Есть ли какой-то запрос, может быть? Безусловно. На мой взгляд, я сама обожаю, если честно, советские игрушки. Мне кажется, это… но они не могут быть неактуальны, потому что это вещи с историей. И их спокойно можно интерпретировать вот сейчас с какими-то современными игрушками. Почему нет? Мне кажется, это отлично сочетается и выглядит достаточно современным все равно. А вот дальнейший путь, как вы видите свой, куда будет двигаться ваше творчество? Ой, это такой сложный вопрос. Надеюсь, на какие-нибудь большие масштабы. Масштабы. А вот именно если говорить про творчество, не про развитие дальше, а вот именно вот куда вот это творчество у вас должно привести в конечном итоге? Как вот вы это чувствуете? Как вот ваша новогодняя елка будет выглядеть, например, в 2024 году? Может быть, каким-то не шарем, кубы будут на елке. Хорошая идея, кстати, про кубы. Слушайте, ну, на самом деле, я бы хотела, конечно, свою елку такую, как вот в фильме, знаете, мы смотрим и там вот это богато украшенное, когда там очень много игрушек. Вот такое бы я хотела что-то. А насчет творчества, не знаю, я так стараюсь не загадывать. Мне кажется, пусть будет так, как будет. Вот, у меня есть идея. А давайте елку сделаем своими руками. Давайте. Отличная мысль. Отличная мысль. И повесим кубы. Ух ты. Вот. И с меня немножечко взяли какую-то идею. Скажите, пожалуйста, Виктория, вы любите вот елку, украшенную в едином стиле, вот, допустим, вот как у нас, видите, она там, синие шары и так далее. Либо такую оляпистую, разнообразную, что-то такое, чтобы можно было смотреть, каждую игрушку выискивать. Вы знаете, честно говоря, мне нравятся и разноцветные, и вот такие монохромные, как у вас. Мне кажется, это больше вот как человеку нравится, так пусть и будет. Почему нет? Допустим, у меня раньше была елка тоже вот как ваша, только там еще были серебряные шарики, тоже синие как раз у меня было. Вот. Но потом я пришла в гости к своим друзьям, у них была елка абсолютно из разных игрушек, совершенно вот разных коллекций, не такие вот похожие, как здесь, например. Вот. И это смотрелось отлично. Ну, потому что это их стиль. Почему нет? Хорошо. Как вы находите образы для своих игрушек? О, это очень непредсказуемая, на самом деле, история. Ну, творческий процесс. Может быть, зарисовываете сначала какой-то эскиз? Нет, сейчас уже нет, они все, в принципе, как-то уже по вдохновению делаются. Но, на самом деле, бывает такое, что вот приходишь в магазин, там фиолетовое-бархатное платье, и ты думаешь, а, вот такие вот шарики бы неплохо смотрелись. А сам процесс – это как? Это медитация, это успокоение или, наоборот, вау, а вот так, а вот так, наоборот, какой-то вот такой вот будоражащий процесс? Для меня процесс очень ответственный, в первую очередь, потому что вот такие шары, когда создаются, это такая достаточно многоступенчатая такая история, то есть, там, сначала обтяжка, потом там украшение, потом еще что-то, потом ликмин и так далее. Вот. И если хоть где-то ошибку допустить, то это все в конце вылезет, и будет меня это беспокоить. То есть, даже если кто-то, может быть, это не заметит, но я буду знать. Вот. Поэтому для меня, в первую очередь, процесс – это такой вот ответственный, хотя, конечно, и там полет фантазии тоже бывает. Так, но мы все понимаем, что сейчас уже скоро елочка-то у нас уйдет опять куда-нибудь на тресоль. Как хранить правильно новогодние игрушки? Как складывать, куда складывать? Смотрите, когда мы говорим о хрупких каких-то игрушках, например, вот вы упоминали советские, однозначно, я считаю, что их нужно хранить в пленке, в пузырьковой, потому что, ну, это такая ценность, которую нужно оберегать, конечно. Вот. Что касается таких игрушек, они пластиковые, но все равно имеют вот эти вот элементы, они более хрупкие, вот маленькие камушки. Вот. Я их тоже предлагаю всегда заворачивать и хранить, например, хотя бы вот в такой ткани в сетке, вот, потому что так они будут меньше подвержены всяким, ну, вот, когда они бьются между собой. Вот. Прекрасно. Да, если просто пластиковые, то можно их спокойно в коробочку убрать, ну, конечно. Разобрали все нюансы. Спасибо большое. Что ж, берегите и сохраняйте эту атмосферу праздника, а мы ненадолго прервемся и скоро опять встретимся в этой студии. В пятницу в Самарской области будет переменная облачность без осадков, днем минус 10, минус 15, ночью минус 18, минус 23 градуса. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. На севере и западе в дневное время минус 11, минус 17, на востоке и юге минус 10, минус 13. Погода в Самаре ожидается ясная, с дымкой и холодная. Днем минус 14, минус 18, ночью 17-19 градусов мороза. Атмосферное давление выше нормы, 773 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 76-83%. И снова доброе утро, и мы продолжаем готовиться в нашей студии к Старому Новому Году. В студии Юлия Север и Виктор Стеблев. Интересно, а какие приметы были на 13-е число? Стоп, Юля, не называй это число. Какое, 13-е? Вообще не называй число, потому что вот сегодня Старый Новый Год, и сегодня нельзя произносить число. А-а-а, плохая примета. Ой, да ты у нас свое верно, я смотрела, но там еще какие у тебя интересные приметы на Старый Новый Год, что нельзя? Ну, не у меня, вообще не у меня, а у наших предков, например, деньги занимать и одалживать нельзя, заболевать нельзя, потому что иначе весь следующий год просто пролежишь на больничном. Ну, например, мусор нельзя выносить в этот день. У меня уже голова разболелась, давай, пожалуйста, вспомним хорошие приметы. Вот, к примеру, наши предки в щедрый вечер, а именно так называлось 13 января, накрывали стол пирогами и блинами, варениками, сыром и творогом и угощали всех, кто приходил в этот вечер в гости. Ну и, конечно, зажигали, зажигательные песни пели, танцевали. А у меня, у меня сегодня в планах ухаживать за своей кошкой, кормить ее, гладить, расчесывать. Говорят, кому кошка на Старый Новый Год лазится, тому обязательно повезет. Ну, самое главное, чтобы твоей кошке не доела твоя усиленная забота. А сейчас пора поинтересоваться планами наших телезрителей на Старый Новый Год. Сначала с родителями, а потом после курантов с друзьями. Ну, тоже в кругу семьи, потом, может быть, куда-то пойти с одногруппниками, с друзьями. Так же, как и Новый Год. На работе с коллективом, потом дома ужином. На работе, а потом с семьей. Никак. Ой, очень прекрасно. Вы знаете, Старый Новый Год у нас каждый год самый, самый активный. Мы собираемся огромной компанией, когда все уже не завязаны на Новом Годе, на настоящем, и могут легко отдыхать, и веселиться, и радоваться. Огромной компанией у нас собирается человек, наверное, 200. Вот так вот. Как получается? Я на работе, в большинстве случаев. Никак, он же старый, что его отмечать? Да так же, как и Новый Год. Встречаем тоже с друзьями, в застолье, и поем под гитару. В кругу семьи. Дома. С ребенком и с мужем. За столом? Нет. Просто на диване. Кто-то из нас не успел загадать желание на Новый Год, но у вас появился шанс исправиться, потому что у нас сегодня в гостях свечной мастер Наталья Калмыкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Наталья, скажите, пожалуйста, вот если я не успел загадать желание на Новый Год, потому что я не знаю, как правильно загадывать, тем более используя ваши свечи. Расскажите, как к этому прийти, как научиться загадывать правильное желание. Правильное желание. На самом деле, не обязательно на Новый Год это делать, это можно делать и на Старый Новый Год, и на любой какой-нибудь важную дату, которая для вас важная, например, день рождения или какая-то годовщина или что-то такое. Растущая, опять же, привязываемся к Луне, растущая Луна, полнолуние, новолуние, все это тоже очень хорошо для желаний. Можно использовать волшебные свечи для желаний, с травами, с цветами, с эфирными маслами, с определенным намерением. Когда у вас есть эта свеча, или вы самостоятельно сделали, или я вам сделала ее. Прижимаем к себе, говорим правильно, корректно свое желание, зажигаем, и начинается магия. Прижимаем к себе. Да, прижимаем к себе. Проговариваем желание. Да, проговариваем желание. Проговариваем желание и поджигаем. Да, например, пусть огонь этой свечи принесет в мою жизнь любовь, достаток, здоровье и так далее. Зажигаем и смотрим, влюбуемся огоньком, вдыхаем аромат. Ароматы, какие-то дополнительные ароматы, кроме воска, здесь присутствуют? Нет, дополнительных никаких нет. Это все натуральный пчелиный воск. Я категорически против любой химии, любых каких-то... Это, наверное, веточка аромат дает? Возможно, возможно, веточка. Даже без веточки они тоже очень ароматные и замечательно пахнут. Так, из чего, собственно говоря, сделаны эти свечи? Они разные. Это все один тот же материал, просто в разных формах? Да, совершенно верно. Это все натуральный пчелиный воск, просто разными техниками изготовления. Ну, начнем с самого простого. Самое простое, наверное, это формованные свечи. То есть это определенная форма силиконовая заливается... Ой... Заливается воском и получается там цветочек или вот зайчик новогодний. А дальше у нас идут свечи из вощины. То есть это вот такие вот листы. В них вкладывается фитиль и закручивается, как рулетик. Дальше можно там украшать какими-нибудь веточками или там мандаринками на Новый год очень хорошо. Или там корицей палочками. Вот. Еще есть мои самые-самые любимые. Это маканые свечи. Вот они так выглядят, как волшебные палочки. Волшебные палочки, действительно. Позволите, это прям как будто бы стебель цветка. Да. Верно? Это может быть все, что угодно. Некоторые говорят, что это черчелла. Некоторые говорят, что это спаржа. Ну, то есть там полет фантазии вообще абсолютно. И там какие-то цветочки, я не знаю, видны наши телезрители. Да, семена. И поэтому все это, наверное, очень вкусно, когда поджигается. Да. А еще при этом, так как они горят, там такой треск, как вот камин или что-то, как костер. То есть это абсолютно потрясающее зрелище, смотреть, как вот горит такая свеча. Вот эти елочки у нас тут выросли. Да, да, елочки. Это бесфитильные свечи. За счет огромной концентрации в них трав, цветов и так далее. То есть сами они, сами вот эти травинки, они сами являются фитилем. И горит, как маленький костер, как маленький огонь. Тоже потрясающее волшебное зрелище. А они, какая-то консистенция дополнительная здесь, да? Это вот что здесь, такие вот линии какие-то интересные? Ну, это вот все травы, это все палочки, веточки, заливаются воском и вот формируется, лепится такая свеча. А как долго горят свечи? Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос, потому что все это индивидуально. Две одинаковые свечи одновременно сделаны. Одна может гореть час, вторая будет гореть 9 часов. То есть я до сих пор вот за несколько лет своей практики... А когда исполняется желание? Как только поджигаешь, либо когда оно сгорает? Вот есть ли какие-то уже факты исполнения желания? Факты? Ну вот, например, на прошлый, старый Новый год, я подарила своему свекру свечу на желание. И у него исполнилось через пару дней буквально. Чтобы исполнили все мои желания, наверное, нужно сейчас поджечь все вот эти вот свечи, потому что я вспомнил еще пару желаний, которые забыл изгадать на Новый год. Мы немножко прервемся, а еще немного рукопорного волшебства из сюжета Татьяны Пециной. Давайте посмотрим. Эксперимент по взаимодействию форм, фактур и даже материалов. Стекло может соседствовать с чем угодно – камнем, деревом, даже ракушкой. Современная мозаика стирает все рамки жанров, предоставляя художнику максимум свободы в творчестве. На сегодняшний момент свобода художникам предоставлена, и современные материалы это позволяют, придумывать различные варианты сбора мозаики, сбора вот этой картины, которую вы хотите, из любых подручных материалов, давайте так откровенно говорить. Железные щипцы перекусывают хрупкое стекло. Осколки получаются разными по форме, но потом, в любом случае, они соединятся в единое целое. Сюжет может быть абсолютно любым. При правильном подборе оттенков удается добиться фотографической точности в рисунке. Мозаика основывается уже на готовом произведении рисунки, любом. Причем это может быть как элементарный простой рисунок, так и настоящая картина художественная, настоящий художественный шедевр мы можем перенести в мозаику. Вы берете эту картину и на основании нее собираете уже из вашего материала то полотно, которое вы хотите. Швы, которые остаются между фрагментами, можно оставить пустыми или заполнить затиркой. Она бывает не только белой, как мы привыкли видеть. Цвет порой меняет картинку до неузнаваемости. Так же, как и рама. Подобрать подходящий багет, чтобы он не перебивал, а наоборот подчеркивал особый талант. Можно на обычной основе, без рамок, без границ каких-то, да, выложить мозаику. Главное, потом ее красиво оформить, завершить вот это, да, чтобы уже выставить где-то. Но надо сказать, что особое благоговение Елена испытывает все-таки, когда работает в классической манере. В этот момент она словно прикасается к чему-то великому. Татьяна Пецина, Сергей Костин, программа «Утро губернии». Вновь мы вас приветствуем в студии «Утро губернии». Сегодня Старый Новый Год, учимся правильно загадывать желания. Мой соведущий уже от меня убежал, потому что сейчас будет крутить волшебные свечи, которые помогут осуществить любое желание. Недалеко убежал, я рядом, я рядом, я рядом. Ну, на самом деле, мне такая честь не только увидеть эти волшебные свечи, но еще побыть волшебником. Это можно сделать. Да, поэтому, Наталья, жду от вас мастер-класс. Итак, я готов. У нас должен быть лист вощины, натуральный, настоящий, без каких-то примесей, то есть только чистый пчелиный воск. И фитиль. Фитиль – это любая хлопковая ниточка, которую мы окунули в жидкий воск, чтобы дольше горело, чтобы лучше у нас все получилось, и чтобы больше магии было, больше волшебства. Так, кладем ее максимально близко к краю и начинаем закручивать вот так вот, заворачивать потихоньку. Да, максимум, да. И вот давайте. Достаточно плавный такой материал, да? Да, как пластилин, да. Да это легко вообще. Вот раз, раз, раз и все. Правильно? Да. И теперь заворачивайте дальше, как улетит. Должна получиться свеча, верно, окончательно? Да, главное – загадай желание, вложи всю свою добрую энергию. Так, я буду в процессе загадывать желание. Это точно. А я пока с Натальей поговорю. Наталья, скажите, вы сами в эту ночь будете загадывать желание? Конечно, конечно, буду. Я очень-очень люблю это все. Я очень люблю, как горит свеча, вот этот живой огонь, живой воск. Все это очень здорово. И, конечно, как никто другой, я люблю загадывать желание, мечтать, писать списки желаний и так далее. Поэтому, конечно… Ну вот, пока мы даже не успели ответить на вопрос, все, Виктор уже все сделал. Раз, два, три. Все, она готова. Дальше? Ничего не нужно склеивать. Нет, нет. Подожди, не торопись. Все уже налажено. Я же в творческом процессе. Да, теперь все можно. Дальше мы берем аксессуары. Да. Вот так вот кладем рядышком. Какие еще идеи есть, чем можно украсить? Вот сейчас Виктор нам будет украшать корицей и сушеным апельсином. Да, да. Что еще можно в качестве декора использовать? Еще можно использовать цветы. Вот у меня там веточки ели. То есть все, вообще все, что угодно. Очень красиво, нежно смотрятся свечи с кружевом или вот там с мешковиной. То есть мешковина с кружевом вообще потрясающе смотрится. Ну, в общем, все, на что хватит фантазии, на что хватит выдумки. Так, техника безопасности. Когда мы поджигаем свечу, мы убираем этот декор? Можно не убирать, потому что он там отвалится в процессе. А можно убрать, если как-то не хочется рисковать. Ну, я думаю, очень необходимо показать в крупном варианте твою замечательную свечу. Вот такая вот получилась у меня свечка. Давайте мы ее доработаем. Я думаю, что стоит вот такие длинные нитки отсюда убрать. И вот у нас получилась вот такая прекрасная свеча. Новогодняя. Замечательно. Да. Она может быть немножко такая мужская. Очень красивая, да? Брутальная. Брутальная. Брутальная, да. Наталья, как часто в вашем доме вы проводите вечер под свечи, со свечами? Ну, практически каждый вечер, потому что пчелиный воск – это самый полезный вид воска, из которого делают свечи. И он очень благотворно влияет на организм, на иммунитет. Вообще, на самом деле, в древние времена пчел держали только из-за воска, а мед был побочным. То есть люди знали и ценили вот пчелиный воск за его волшебную такую силу, которая укрепляет иммунитет, оздоравливает организм. И поэтому пользовались этим всем. Но сейчас пользуемся. То есть не только ароматы, это еще и пчелиный воск, правильно? Конечно, конечно, да. Вот такие волшебные поистине свечи у нас сегодня в студии. Что ж, а мы надеемся, что вы еще не убрали елочку, потому что сейчас мы вам подскажем, чем же ее можно нарядить. Тем более, игрушки очень даже хорошие, деревянные. То мальчик-спальчик, то девочка-припевочка, то мишка-топтышка. Чтобы создать коллекцию новогодних игрушек, ассистент-стоматолога Татьяна Лонева трудится как папа Карла. С резцами и деревянными чурбачками она не расстается круглый год. Летом берет с собой в путешествие, а долгими зимними вечерами оттачивает мастерство во рту у мелких насекомых. Резьбой по дереву медработник увлеклась три года назад. Просто дочка подарила маме на Новый год набор резцов. Татьяна просто попробовала без помощи учителей и подсказок из интернета. Как вот душа велит, так и вырезаю. Не уверена, по правилам я это делаю или не по правилам. Скорее всего, нет, наверное. Самая большая – это елочная, 10-11 сантиметров. А самая маленькая – двухсантиметровая. Они у меня в ореховых скорлупках живут, в мешочках таких. Тоже как талисманчик можно на шею повесить. Как-то с маленьких, потому что большие проекты меня пугают во всем. И вязанием я как-то занималась. Что-то маленькое, но большое. Терпения не хватает. Третий Новый год семейную елку лоневых украшают самодельные игрушки. Веселые зверята, гномы, которые живут внутри натурального плода грецкого ореха. И карманные талисманы. Такие, крошечные, чтобы можно было носить их с собой и втайне чувствовать себя ребенком. У нас игрушки, ну, все с историей. И тоже вот почему мне такая мысль пришла именно делать елочные игрушки. Потому что действительно из поколения в поколение. Это же так приятно, когда достаешь игрушку и помнишь, что она была в твоем детстве. Там, на бабушкиной елке. Конечно же, это материал, ну, вот для… Я покупаю липу, то есть она уже такая высушена правильно. Ну, если не топить и не жечь их, то им ничего не будет этим игрушкам. Марина Баркова, Сергей Костин. Программа «Утро губернии». На сегодня все. Ко встрече Старого Нового Года готовы. Вместе с вами сегодня готовились к празднику Юлия Север. И Виктор Стеблев. Пока-пока. Ну что, с наступающим. И у меня к тебе одна, вот одна только просьба. Давай. Ты ко мне завтра с утра, пожалуйста, не приходи, ладно? Да я и не собиралась, тем более с утра. А что? Да вот есть такая плохая примета. Если 1-й 14 января в дом заходит девушка, то это быть беде точно. А еще есть такая примета. Читать всякую ерунду в интернете к беде. До свидания. До свидания.